Добрый день, уважаемые коллеги! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Вижу. Спасибо. Уважаемые друзья, у нас сегодня второй вебинар нашей вебинарной недели. И сегодня мы продолжим, по сути дела, продолжим вебинар, который состоялся на прошлой неделе, который был посвящен ортотеке. Пока несколько слов в начале, как всегда. В начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первый из них ведет к нашему расписанию вебинаров, в котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня месяца 2018 года на весь оставшийся учебный год. расписание в основном составлено. Ну, конечно, в нем будут еще существенные дополнения, возможно, какие-то небольшие перестановки, но тем не менее, если вы на вебинар запишетесь, то уже вам придет соответствующее уведомление. Этот вебинар состоится. Вторая ссылка – это ссылка на наш учебный канал на YouTube, на котором будет помещена в том числе и запись этого вебинара. У нас в плейлисте вебинары уже более 200 вебинаров записанных. Ну, и этот вебинар тоже попадет в этот наш плейлист. Как всегда, перед началом вебинара я хотел бы прорекламировать несколько вебинаров, которые состоятся после сегодняшнего. И сегодня это будут три вебинара. Первый из них – это вебинар компании Stepik, открытой платформы онлайн-образования Stepik. Это будет третий и пока последний вебинар в линейке вебинаров Stepik. Наталья Феофанова, директор по курсам компании Stepik, проведет вебинар Stepik – дополнительное профессиональное образование онлайн. Ну, и хотел бы сообщить о двух следующих моих вебинарах, которые проведу я. Следующие два вебинара будут посвящены вопросам создания учебного видео. Один такой вебинар мы с вами уже провели 1 декабря. Он был посвящен различным бесплатным ресурсам для учебного видео. Ну, а эти два вебинара будут посвящены типологии учебного видео, где я постараюсь рассказать о том, какие вообще бывают форматы учебного видео. Прежде чем преподавателю браться за… ну, не обязательно преподавателю, тому, кто хочет заниматься учебным видео, браться за какой-то… за эту тему, хорошо было бы знать, какие вообще бывают учебные видео и что с ними делать. И какие из них более просты в исполнении, какие менее, какие больше подходят под учебную тематику, какие нет. И вот мы на примере… у меня подобрано достаточное количество примеров, около 70 различных примеров различных учебных видео. Вот, ну, не все мы их именно на вебинаре рассмотрим, основные виды. Вот, познакомимся с ними. Обычно у меня эта тема в моем большом учебном курсе, посвященном учебному видео, занимает самую первую позицию, первый вебинар, посвященный этому. Ну, и 18 декабря будет вебинар, который посвящен самостоятельной записи видеоролика, точнее, подготовке к записи, потому что подготовка – это важнейшая часть, подготовка материалов для видео, это важнейшая часть процесса записи видеоролика, и с нее, несомненно, надо начать подготовку к, собственно, записи. Будет у нас еще один вебинар, посвященный непосредственно записи, но он будет позже. Ну, вот и все. Во вступлении, наверное, все. Теперь, собственно, о нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема, конечно, сильно перекликается с тем, что было неделю назад. Вот, поэтому, если какие-то участки будут повторяться, я прошу простить, я их скажу для тех, кто впервые на этом вебинаре. Вот, как я обещал в прошлый раз, сегодня достаточно много будет ресурсов, которые предназначены только для участников сегодняшнего вебинара. В частности, я, если вы посмотрите во вкладку ресурсы, которые находятся справа от основного поля, там вы увидите много ссылок. Кроме сегодняшней презентации, которой можно скачать, много ссылок. Это ссылки на проекты, которые являются закрытыми, но я их временно открыл для вас, вот где-нибудь на неделю, наверное, с тем, чтобы вы могли ознакомиться не только с теми выпусками артотеки, которые являются демо-выпусками, которые раз и навсегда открыты для всех, но и могли бы посмотреть некоторые другие новые наши выпуски и таким образом составить представление о бортотеке более глубокое, чем это можно было бы сделать по тем двум выпускам. Четырем, прошу прощения, выпускам, которые являются открытыми. Ну что ж, давайте пойдем по нашей теме. Я хочу напомнить, что артотека является подписным сервисом внутри нашего большого проекта «Артпортал. Мировая художественная культура» и предназначен для самой широкой аудитории, начиная от школьников, студентов, всех интересующихся проблемами, да не проблемами, а вопросами скорее, всех интересующихся искусством, а также, в частности, интересующихся искусствоведением и такими предметами, как мировая художественная культура в школе, в среднем специальном образовании и в вузах. На артотеку пройти очень просто. Из артпортала можете просто перейти по ссылке артотека на главной странице и оказываетесь в нашем проекте. Прежде чем к нему перейти, хотел бы еще одно только слово сказать про артпортал. Напомнить то, что артпортал — это более 60 тысяч различных изображений из мира искусства. Отличительной чертой нашего артпортала, отличительной от других галерей является то, что мы очень большое внимание уделяем в последнее время качеству изображений и качеству описаний к изображениям. Поэтому для нас важно не собрать побольше картинок, а собрать их в наибольшем, наилучшем качестве и с наилучшими и наиболее точными описаниями. Вот в этом направлении работает наш артпортал. А артотека, собственно, дополняет наш артпортал совершенно другим подходом. Если артпортал — это подход галерейный, то артотека — это подход журнальный, скажем так. Но в данном случае это подход электронного СМИ. Каждые две недели у нас выходит новый выпуск артотеки. И в этом выпуске мы подробно рассказываем о каком-то музее, либо о каком-то художнике, либо о содружестве художников, либо о архитекторе, о направлении искусства и так далее. Вот. Всего у нас сейчас 56 выпусков артотеки. 55 опубликованы, 56-й вот скоро будет. Готовится 57-й. Вот с самого начала нашей артотеки мы идем по нашему плану. То есть вот раз в две недели ни разу не срывали мы этот наш срок, установленный самими. Может быть, если будет возрастать популярность нашей артотеки, мы перейдем к... еще чаще начнем публиковать раз в неделю. Но это пока у нас не принято такое решение, но оно возможно. Итак, напомню, что у нас есть среди этих наших 55 выпусков есть... Да, чуть попозже расскажу про свободные выпуски, а пока про направленность. Несколько разных направлений в артотеке. Я уже сказал, чему посвящены выпуски бывают. Но вот у нас, если брать другую немножко типологию, другую типологию, то у нас все наши проекты можно разделить на две части. Это авторские проекты. Те, которые сделаны специально, созданы специально для артотеки на основе каких-либо материалов, иногда разрозненных, иногда собранных у нас в виде дисков, ранее издававшихся компанией Директ Медиа. И альбомы, интерактивные альбомы. Это выпуски, которые созданы на основе ранее изданных книг из состава книг, выпускаемых издательством Директ Медиа совместно с издательством Комсомольская правда и посвященным различным музеям, различным художникам, архитекторам и так далее. У нас несколько сот изданий было издано за последние годы. И вот взяв такой альбом и переосмыслив его в области мультимедиа и интернета, мы и создаем такие выпуски. При этом вот в таком интерактивном альбоме, да, мы можем, конечно, дополнить еще какой-то дополнительной информацией, но, по крайней мере, там, в этих, эти выпуски, они, по сути, представляют интернет-версию данных книг, но это не электронные книги, они сделаны совершенно по-другому, совершенно иной принцип поставлен при создании этих проектов. Это принцип лонгрида, то есть большой, длинной, структурированной страницы, на которой расположены иллюстрации и комментарии удобным для вас способом. То есть это не верстка, не книжная верстка, а совсем иная подача. Ну, а теперь все-таки про открытые проекты-ортотеки. Это те проекты, которые всегда открыты всем, то есть их можно показать тем людям, которые хотят посмотреть, что такое ортотека. Это «Искусство Китая», исторический наш самый первый проект. Это книжные миниатюры, один из моих самых любимых проектов. Здесь около 500 иллюстраций, 5 интерактивных таймлайнов, ну и много интересного. Я бы с удовольствием создал еще несколько таких проектов, если бы у нас была подробная, такая же подробная информация о книжной миниатюре. Там разные страны мира представлены, Индия, Ближний Восток, Христианский Восток, конечно, Европа, ну и много-многое другое. Посмотрите, сами будет интересно. Следующий самый большой проект по количеству иллюстраций, 517 иллюстраций в 8 разделах, в 8 интерактивных таймлайнах, образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Ну, богатый материал здесь, понятно, что евангельские сюжеты составляют огромное наследие, оставили огромное наследие в живописи и продолжают оставлять. Вот. И вот, воспользовавшись этим наследием, мы создали этот проект. Ну и, наконец, один из проектов, необычных проектов, которые мы называем интерактивные путешествия, это «Явление Христа народу». Часть наших проектов посвящена, она такая очень особая, она посвящена, каждый из этих проектов посвящен одному единственному произведению, подробному рассмотрению этого произведения. Как правило, это такие масштабные полотна, на которых можно разглядеть много деталей. И кто из вас был на прошлом вебинаре, видел, я показывал и давал ссылку и показывал такой небольшой видовой фильм, который показывал, как работать с этим видом проекта «Артотеки». «Интерактивные путешествия» — это, собственно, у меня здесь есть несколько кадров, это именно путешествие по огромному полотну, в котором мы рассматриваем отдельные детали, приближаемся, при этом качество изображения не падает при увеличении до 30 раз, 30-40 раз. Можете представить, какое огромное изображение положено в состав этого выпуска. Ну и справа мы даем какие-то комментарии, описания, иногда контекстные картинки и так далее. В данном случае в качестве контекстных картинок использованы этюды и эскизы Иванова к данным темам. Здесь очень благодатная почва, потому что около 400 эскизов сделал Иванов к своему полотну «Явление Христа народу», и было из чего выбрать. Практически для каждой сцены есть сопутствующий этюд. Впрочем, это мы посмотрели на прошлом нашем вебинаре еще. Ну и давайте быстро пройдемся по тем проектам, которые были в 2017 году созданы. Часть проектов были посвящены художественным кружкам, таких уже накопилось с полдесятка, а то и больше. 6-7 выпусков посвящены художественной жизни России конца 19-го, начала 20-го века, когда вот эти вот художественные объединения, художественные кружки множились как грибы после дождя. Это огромное и интересное явление в художественной жизни нашей Родины. Пройти мимо него, конечно, тоже нельзя. Вот один из первых таких выпусков был посвящен Мамонтовскому художественному кружку. Ну а далее были Голубая роза, Бубновый валет, Мир искусства и многие другие объединения, Союз русских художников и так далее. Музеи. Традиционно представлены почти каждый второй наш выпуск посвящен какому-то музею. Основные музеи уже охвачены нашими выпусками. А про что вы это говорите? Страницы не опубликованы. Сейчас посмотрим. Наверное, я... А, прошу прощения. Я вам... Одну минутку. Остальные-то нормальные все? Да, остальные нормальные. Спасибо за то, что вы... Давайте так, когда я дойду до Рубенса, я дам нормальную ссылку, потому что мы еще... Да, мы еще... Спасибо за то, что вы указали на неисправность. Я вместо того, чтобы дать вам ссылку на конечный результат, дал вам ссылку на проект в Тильде. Вот, исправимся к тому моменту, как буду говорить про Рубенса. Да, ну и вот продолжая... Продолжая рассказывать, еще два музея. Да, это вот, это вот. И вот это, Национальная галерея правил. Как я уже сказал, основные европейские музеи мы уже осветили. Сейчас у нас полным ходом освещаем американские музеи. Их там много, и они тоже очень интересные. Ну вот, как я уже говорил, много посвящено объединениям художественным. «Голубая роза» это один из таких проектов. «Мир искусства» еще один такой проект. Отдельные художники. Марк Шагал, Сальвадор Дали. Одни из самых интересных явлений. Один в русской и мировой живописи, второй в мировой живописи. Галерея Академии Флоренции. Национальная галерея искусств Вашингтон. Еще два музея. Посередине очень интересный и необычный проект. «Абердинский бестиарий». Чуть позже расскажу о нем чуть-чуть подробнее. Зинаида Серебрякова. Один из моих любимых выпусков. Весной, к маю, мы сделали этот, или к апрелю, не помню, сделали этот выпуск, посвященный крупнейшей выставке Зинаида Серебряковой за 30 лет. Блестящая художница русская. На прошлом занятии я вам давал ссылку на таймлайн с ее автопортретами. И выпуск тоже получился такой необычный, потому что в него вошли не только ее произведения, но и некоторые интерактивные элементы тоже. И еще один необычный выпуск. Это «Звезда Пресветлая». 127 изображений богородичных икон, выполненных тоже в виде таймлайна. Иван Шишкин, «Товарищство передвижных художников», художественных выставок. Надя Рушева, очень интересный проект. Про нее чуть попозже расскажем. «Последний день Помпеи» это тоже интерактивное путешествие. Тоже отдельно про него буду рассказывать. Еще один проект, посвященный русским художественным объединениям, это «Союз русских художников». Совершенно замечательный проект музея Ватикана. Там ну просто такая сокровищница, выжимка самого-самого интересного в европейском искусстве. Первый наш опыт в... Ну, на самом деле не первый, но первый альбомный опыт в отображении не только художественного искусства, но и архитектуры. Это «Заха Хадид». Очень необычный проект. Чуть попозже расскажу о нем. Венгерская национальная галерея. Проект, посвященный Илье Глазунову. Тоже отдельно немножко расскажу сегодня. Ну и вот самые последние проекты. Это «Рубенс», это художественный кружок «Бубновый валет», тоже начало 20-го века. И «Чикагский художественный институт», проект, с которого началась несколько иная подача информации в выпусках музеев. Сейчас мы об этом чуть-чуть подробнее расскажем. Ну, а сейчас хотелось бы... Я на прошлом вебинаре рассказывал, но расскажу еще немножко про этот наш необычный двойной выпуск, который состоит из двух интерактивных путешествий. Ему, правда, уже почти год. Мы его сделали в конце прошлого года. потратили массу сил, освоили новую технологию. Это «Иэронимбоск» сад земных наслаждений. Две интерактивные карты. Ну вот, необычность заключена в самом вот этом вот качестве. сейчас в сети стали появляться вот такие вот огромные изображения, гигапиксельные изображения, размером примерно 30 на 30 тысяч пикселей. А чтобы вы имели представление, что это такое, это... Вот если перед вами сейчас экран Full HD 1980 на тысяча... 1920 на 1080, то это примерно 15 таких, если пиксель в пиксель отображать, то есть с полным качеством, это примерно 15 экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Это примерно стенка 10 на 10 метров. Вот вы представьте, что вы стоите где-нибудь за 15 метров от нее, можете посмотреть ее полностью, а потом вы приближаетесь приближаетесь, приближаетесь до расстояния наилучшего зрения, это примерно 30 сантиметров, да, и вот только в этом состоянии вы способны разглядеть самые мелкие детали. Вот такие... По таким картинкам сами по себе эти изображения уже не являются иллюстрациями как таковыми, то есть по ним невозможно... их невозможно рассматривать как обычные иллюстрации, потому что каждое новое увеличение дает новую информацию. С точки зрения медийной это не иллюстрация, а нечто среднее между иллюстрацией и фильмом. Причем фильмом таким, в котором можно зайти интерактивным, в который можно зайти с одного места, где-то блуждать, каждый раз после каждого прохода сталкиваться с новыми деталями и я даже сравниваю такие изображения с лесом, в которые можно войти с разных сторон и сколько вы бы даже по знакомому лесу не ходили, каждый раз можете находить в нем что-то новое. Так вот, интерактивная карта это способ не заблудиться в этом лесу, это когда вы приходите в лес с проводником и ну не обязательно в лес в какое-то интересное место и этот проводник вводит вас по самым интересным местам и комментирует каждое из этих мест. Причем что самое интересное в таких произведениях и в таких иллюстрациях интересное находится на разном уровне общности, на разном при разном увеличении или при разных наездах камеры. То есть какие-то моменты на эту карту я в прошлый раз давал, она закрытая. На эту мы в прошлый раз, посмотрите прошлый вебинар, а нет, прошу прощения, на прошлом вебинаре у нас была немножко другая карта, а здесь я подробно вам покажу в виде фильма этого такого видового. Должна же оставаться какая-то нераскрытая часть у нашей ортотеки. Сейчас я вам покажу, что это из себя примерно представляет. У нас два путешествия по этому произведению. Когда мы их делали, мы поняли, что на самом деле там наверное из десяток будет мало, так ну собственно наверное мне кажется, что из всех произведений мировой классики арт-классики садземных наслаждений это триптих, который наполнен в наибольшем количестве различными деталями мелкими, то есть его можно рассматривать как общую картину, так и самые-самые меленькие детали. Ну вот первое например путешествие из 50 клипов состоит в обзоре только обзоре самых популярных самых главных сюжетов сада земных наслаждений, а второе путешествие у нас такое очень необычное по по зверушкам которые изображены на этом полотне и у нас там 200 с лишним кадров и это тоже только основные сюжеты потому что мы я так насчитал там более ну более 500 то точно сюжетов с различными животными вот и им нет числа некоторые просто стаями изображены то есть количество отдельных особей это больше тысячи абсолютно точно вот то есть по этому полотну еще можно ходить и ходить придумывать новые какие-то способы его описания и никогда не не закончится это может быть не никогда но очень много надо этому посвятить времени мы остановились на двух путешествиях вот и сейчас одно из них я вам покажу в виде такого видового видового фильма что-то еще я хотел сказать а да ну вот чем характеризуются такие интерактивные карты тем что они в некотором смысле в некотором смысле даже лучше чем непосредственное созерцание картины в музее дело в том что как бы хорошо это полотно эти полотна не были выставлены в музее разглядеть все детали на них невозможно даже лицом к лицу когда вы находитесь дело в том что какие-то детали находятся наверху там в двух трех метрах и разглядеть их все равно не получится а вот такой вот способ позволяет сделать то что невозможно сделать даже при посещении музея в данном случае это музей прада ну вот прежде чем показать фильм несколько просто кадров это вот общий вид на сад земных наслаждений не буду говорить общие слова здесь по поводу того что да хотел здесь только сказать что ни одна из трактовок этого произведения не признана в настоящий момент ведущей единственно верной большинство теорий о значении эти картины развиты только в 20 веке и до сих пор существует масса трактовок того что тут изображено и какая сверхзадача была у Босха вот так вот выглядит примерно описание отдельного элемента это какой-то наезд камеры в данном случае это средний наезд не самый не самый большой в закрытом состоянии мало кто видел эту картину в закрытом состоянии ее створки закрываются изображен мир на третий день после того на третий день творения ну вот еще один сюжет такое среднее увеличение левой левой части картины вот увеличение побольше ну и вот максимальное увеличение это вот вот примерно такое можете представить сколько в таком увеличении деталей можно разглядеть центральная часть наиболее насыщенная различными фигурами ну и правая часть которая описывает ад вот максимальное увеличение очень интересный эпизод из правой части это ноты на ягодицах самое интересное что были исследования по этому поводу и эти ноты расшифрованы и у нас даже есть ссылка на ютюбовскую версию где эти ноты воспроизведены в виде некоторой такой адской музыки ну вот еще один такой известный сюжет из правой части это договор с дьяволом который предлагается подписать вот этому грешнику который в центре сидит у него на коленях изображена индульгенция вот все это описано достаточно подробно описано в нашем интерактивном путешествии ну и зверушки вот тут есть масса разных интересных зверушек как существующих так и тех которые существовали только в представлении в является фантазией Иеронима Босха вот такие или вот разные монстры вот такой вот например обезьяноподобный монстр в правой части ну а давайте теперь посмотрим это в виде фильма это достаточно подробный фильм по первому нашему интерактивному путешествию по основным сюжетам вот так выглядит это в самом начале можно перейти на любую точку либо ходить прямо по используя слайдер сначала несколько общих слов ну и створки по одной рассматриваются животные составляют большую часть данного произведения очень много животных изображено как я уже говорил сейчас мы практически полностью просмотрим наше первое интерактивное путешествие второе не будем смотреть оно достаточно долгое там более двухсот изображений вот это очень интересное изображение жирафа сам босх жирафа не видел но он видел его изображение в одном из средневековых манускриптов здесь вот впервые изображена змея символ грехопадения хотя левая часть посвящена раю такой фантастический фонтан розового цвета но в нем в центре уже сидит и смотрит на вас сова сова в средние века являлась посланником сил зла вот она эта сова она пока еще маленькая ее трудно разглядеть но она уже присутствует на в левой части посвященной раю лебедь тоже изображен не случайно дело в том что босс уходил так называемое лебединое братство а вот очень фантастическая схема похожая на известную нам картинку из биологии рептилии выходят на берег хотя босс конечно не имел никакого представления об эволюции реально существующее дерево драконово дерево вот так его изобразил босс ну а здесь создатель Адам и Ева ну а Центральная часть, самая насыщенная, это, собственно, земная часть, необычные сюжеты, грифон, несущий медведя, розовые сооружения, которые напоминают фонтан на левой части. Все это происходит в какой-то природной среде, пасутся стада. Вот это одно из самых мелких увеличений, одно из самых крупных наездов на произведение. Видите, тут хорошо видна сетка крикелюров. В большом количестве изображены ягоды. Эта часть полотна посвящена сладострастию. Ну вот, одна из теорий впоследствии опровергнутых гласила, что, конечно, такое полотно не мог создать христианин, что Босх был членом какого-то оккультного сообщества. Ну, на самом деле это все было не так, и создание этой картины было одобрено на самом высоком церковном уровне. Вот такие вот странные создания были изображены Босхом. Полу-рыцарь, полу-русалка. В большом количестве, хотя и достаточно приглушенно показаны сцены разврата. Собственно, само полотно посвящено сладострастью, разврату и всем грехам людей, за которые они потом попадут в ад, изображенный с правой части. Вот этот вот круг, который напоминает деревенский танец весенний. Мужчины на различных животных проезжают кругом вокруг девушек, расположенных в центре, в пруду. Тут еще каждая фигура из этого круга, каждая группа животных и людей достойна отдельного описания. Вот на заднем плане птицы, похожие на колпиц. Птицы. Опять изображение плодов различных. И опять мы видим сову здесь. Послание козла. Огромное скопление птиц, огромных больших птиц, зимородок, певчие птицы различные, все огромные. Вот это вот прозрачная сфера. Часто именно эта сфера служит визитной карточкой Босха. Очень популярное изображение на ней. Большое количество темных людей, людей с темной кожей изображено на этом произведении. Надо отметить, что в те времена в Европе темнокожие люди считались тоже признаками дикости и разврата. Такова была средневековая трактовка появления на картине темнокожих людей. Продолжение следует... Здесь тоже множество фигур, поедающих плоды. Изображение диких людей в шерсти. В то время считалось, что на неисследованных территориях существуют дикие люди. Нечто вроде таких вот... Как мы их сейчас называем... Йети или что-то вроде этого. Они все покрыты шерстью. Ну и правая створка посвящена аду. Вдали город в огне. Пришло возмездие. Города в огне. Грешники должны быть помещены в ад. Город. Армия, возглавляемая демоном, штурмует город. Черная армия. Вот предводитель на каком-то страшном животном, похожем на крысу огромную. С правой части изображены совершенно невозможные какие-то вещи. Там сюжеты наиболее фантастические. Вот нож и уши. Нож, кстати, имеет клеймо, которое имело хождение у ножей в том городе, где жил босс. Вот такой вот человек-дерево. Некоторые исследователи предполагают, что лицо этого человека это автопортрет Босха. Человек полый внутри. Внутри у этого человека харчевня. Ну, а снизу он превращается в такое полое дерево, растущее из пруда. Ну, и вот это лицо, которое предположительно является самим босхом. Который оглядывает с некой такой улыбкой то, что происходит в аду. Это ключ от ада, который является одновременно и орудием пыток. Некая альтернатива на... Часто изображают Святого Петра с ключом. А это другой ключ. Это ключ от ада, а не от рая. Литургия Внутри только с обратным знаком. Как вы видите, в руках у поедаемого рыцаря чаша. Лошадиный череп как признак смерти. Здесь все пронизано смертью. Музыка ада. Здесь инструменты, которые раньше служили для развлечений, являются орудием пыток. Музыка Вот это те самые ноты на ягодицах, которые играет адская машина, воспроизводящая звуки. Музыка Вот тут есть ссылка на это исследование, на эту музыку. Музыка Ад у Босха это не пекло, не горнило, а холодный мир во льду. Поэтому многие здесь перемещаются на таких огромных коньках. И вот, например, этот маленький демон. Ну и центральная фигура. Одна из центральных фигур. Предполагается, что это сам дьявол, который поглощает грешников и потом исторгает их куда-то уже в небытие. Эта часть композиции посвящена азартным играм. И что будет с теми, кто сильно увлекается азартными играми. Изображение нард. Кости. Вот один из таких грешников. Слева отметки игроков о том, кто сколько раз выиграл. Но в аду выиграть невозможно. Слева отметки игроков о том, кто сколько раз выиграл. Если в реальном мире люди используют животных, здесь наоборот животные мучают людей. Зеркальное изображение жаба и демон обнимающий женщину. Договор с дьяволом. Грешника призывает подписать этот договор. Слева маленький демон, протягивающий ему чернильницу и перо. Справа юрист. И свинья, облаченная в монашеское одеяние. На ноге у грешника лежат купленные им индульгенции. Изображение этой ноги тоже не случайно. Это отсылка к болезням средневековым, которые вызывали гниение человеческого тела еще при жизни. В частности отравление спорыньей, когда некачественный хлеб приводило к таким вот болезням. Краткий видеообзор трипсиха тоже присутствует на несколько произведений. Все, мы потратили достаточно много времени. Надеюсь, что вам было интересно здесь. Давайте все-таки поговорим еще и о других проектах наших. Вот один из самых наших интересных проектов. Это Сальвадор Дали. Не буду перечислять его произведения. Они достаточно интересные. Это один из ярчайших авторов 20 века. Мир искусства. Давайте поговорим больше о тех, которые я поместил. Да, вот тоже очень интересная галерея. Национальная галерея искусств Вашингтона. В ней есть несколько интересных относительно современных авторов 20 века. Например, Мауритс Эшер. Тот человек, который не только на искусство, но и на философию 20 века оказал огромное влияние. Его фантастические, невозможные картинки до сих пор используются в большом количестве произведений. Не только как иллюстрация, но и как философские концепции. Абердинский бестиарий – это очень интересный наш проект, о котором я обещал рассказать чуть-чуть подробнее. Это проект, посвященный единственной, но очень известной средневековой книге. Книга эта хранится в Абердинском университете сейчас. И на их сайте выложена полная версия этой книги в хорошем качестве. Мы использовали эти иллюстрации, создали для них русские описания. Там большое количество иллюстраций и есть и тексты. И у нас вы можете посмотреть как книгу полностью, так и каждую из иллюстраций в увеличенном масштабе отдельно. Вот так вот выглядит слайдер, на котором можно посмотреть полностью, книгу полностью. И каждой из страниц есть свое описание. Ну а вот так выглядят слайдеры, на котором можно посмотреть иллюстрации уже в увеличенном виде. По некоторым страницам есть краткие интерактивные путешествия, но не такие подробные, как вот по Босху я вам сейчас показал. Где-то 4-5 кадров по странице, где показаны наиболее интересные фрагменты. Отдельно мы выделили в виде иллюстраций буквицы рукописи почти каждая буква алфавита. Латинского, разумеется, представлено очень своеобразные буквицы. И из них можно собственный ряд произведений, собственный ряд иллюстраций создать. Ну и работа над абердинским бестиарием – это наш первый опыт работы с Википедией. В результате этой работы у нас здесь получилось примерно около сотни иллюстраций. И мы эти иллюстрации под свободной лицензией положили в Википедию, вложили свой вклад в Викисклад, где ранее абердинский бестиарию был представлен достаточно скупо. Вот теперь наши иллюстрации в хорошем качестве лежат на Википедии. В частности, на странице, посвященной абердинскому бестиарию, есть эти иллюстрации. Можете зайти в Википедию и их посмотреть. Но в этой статье не все иллюстрации, которые мы положили. Чтобы посмотреть все иллюстрации, вы должны зайти в какую-нибудь иллюстрацию, вот сюда тыкнуть в нее, а потом пройти по списку абердинского бестиария и уже в Викискладе посмотреть полный состав иллюстраций с подписями. Очень интересный проект, посвященный галерее Академии Флоренции. Здесь очень много скульптур, известных нам классических скульптур. В этом смысле это такой полускульптурный выпуск артотеки. Как я уже говорил, к прошлой Пасхе вышла «Чудотворные образы Богородицы» или «Звезда Пресветлая» выпуск. Здесь большое количество текста, примерно в три раза больше, чем в каждом из наших выпусков альбомных. Ну и помещены они на ось времени, вот по оси времени можно ходить, несколько осей времени по векам можно ходить и смотреть эти иконы, чудотворные иконы от самого начала зарождения иконописи на Руси до 20 века представлены несколько таких осей времени. Ну здесь еще мы сделали оформление в виде звукового оформления, обычно мы не делаем звукового оформления, но здесь сделали, его можно включить, оно не автоматически включается, но если есть желание его можно включить. Про Серебреннику я уже говорил, в прошлый раз я вам давал ссылку на таймлайн с ее автопортретами. Зинаида, конечно, интересна, кроме всего прочего, тем, что она написала большое количество автопортретов, около 20 или 25 из них мы поместили на ось времени. Ну а это другие известные произведения. Вот один из самых известных автопортретов, который обычно является визитной карточкой Зинаида Серебряковой. Вот этот автопортрет за туалетом 909 года. Ну и много других произведений тоже вошло в этот интересный выпуск. Ну вот так вот выглядит ось времени с автопортретами. Кто из вас был на прошлом вебинаре, он видел эту ось времени. Эдуард Мане, последний день Помпеи, это тоже интерактивное путешествие. И последний день Помпеи вы можете посмотреть, я его для вас открыл. Вот давайте сейчас начнутся ссылки, которые я для вас сделал открытыми. Сейчас я их буду дублировать в чат, и вы сможете их открыть и посмотреть полностью. Это последний день Помпеи. И не удержусь, покажу тоже очень коротенький фильм по последнему дню Помпеи. Минутный. Это краткий экскурс в это произведение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой вот с этого быка начинаем. Это бык далеко-далеко на заднем плане. Я думаю, что даже те, кто были в Третьяковке, вряд ли его разглядывали очень близко. Вот это тоже попытка такого представления гигапиксельной картинки. Вот еще одно интерактивное путешествие. Вот по этой ссылке, которую я в чате привел, можно посмотреть подробно этот выпуск. Еще один необычный выпуск с необычной версткой, посвящен Наде Рушевой, рано ушедшей от нас гениальной художнице, молодой, даже я бы сказал ребенку. Ну и тут вот сама верстка немножко другая. Имеет смысл посмотреть, чтобы сравнить с другими нашими выпусками. Сейчас я тоже ее дам в чате. Сейчас пошли те одни из последних наших уже работ, которые я как раз хотел бы вам показать. Вот можете ее посмотреть тоже. Музеи Ватикана сделаны традиционным образом, но они просто настолько прекрасны. Там такие прекрасные изображения, что, наверное, этот выпуск все-таки отличается. Да, и вот его тоже я предлагаю вам посмотреть. Конечно, прямо по ходу вебинара это очень трудно сделать, но надеюсь, что потом вы это посмотрите и будет интересно. Илья Глазунов, ушедший от нас в этом году, летом этого года, к этому печальному событию был приурочен у нас вот этот вот выпуск. Его тоже вы можете посмотреть полностью. И вот эта ссылка. Очень необычный выпуск, посвященный Захе Хадид. Это выпуск архитектурный, и нам пришлось сменить всю нашу структуру выпуск для того, чтобы наилучшим образом Лариса Петровна в чате, если вы видите чат, то ссылки должны видеть. Возможно, вы не видите чат, потому что вы с гаджета вебинар смотрите. С гаджетом не все показывается. Да, давайте я вам тоже эту ссылку дам. Вот она, Заха Хадид. Здесь у нас, да, основное структурное изменение в нашем показе архитектурных произведений заключается в том, что мы включили сюда такие полномасштабные слайдеры. То есть, с одной стороны, вы можете во весь экран смотреть произведение. Когда вы на него кликаете, вы попадаете в слайдер, где уже немножко в меньшем виде, но тоже большой такой слайдер. В нем можно все посмотреть подробнее, чем это сделано для... Не подробнее, а в большем изображении, с большим увеличением, чем обычно это делается для художественных произведений. Ну и еще несколько. Вот тот самый Рубенс, ссылку на который я дал вам неправильную. Сейчас вам дам правильную ссылку. Одну минутку. Вот она, правильная ссылка на Рубенса. Посмотрите, один из любимых моих тоже выпусков. Просто там буйство красок такое интересное. Имеет смысл его обязательно посмотреть. Ну и Чикагский художественный институт. Ну, вполне такой обычный выпуск. Однако, начиная с него, мы изменили способ показа подписи к картинкам. Ну, у нас к картинкам не совсем подписи, а достаточно большие тексты на несколько абзацев. И мы никак до этого проекта не могли понять, как лучше нам это все заверстать. В результате заверстывали в виде текстов в целой главы. Главы были достаточно большими, поэтому это тоже не было удобным. Ну и вот, начиная с этого выпуска, мы стали делать всплывающие окошки, в которых уже показывается текст каждой из этих картин. Да, я совсем забыл сказать, что с каждой из этих картин, если вы подписчик нашей галереи, артотеки, то вы попадаете в арт-портал с возможностью разглядеть любую из этих картинок в наилучшем качестве. Если вы не подписчик, то попадаете все равно на арт-портал, но разглядеть в наилучшем качестве у вас не получится. Вот так вот выглядит такое всплывающее окошко, которое в данном случае два абзаца, иногда бывает три-четыре абзаца. Вот полный текст, полное описание, уже непосредственно приписанное к той картинке, которую вы сейчас рассматриваете. Ну вот, сегодня все. Напоминаю, что артотека – это подписной сервис. Любой из вас, как физическое лицо, может на него подписаться на год или на полгода. За год выходит 24 проекта новых. Стоит это все удовольствие не так дорого – 1400 рублей. Для юридических лиц подписка стоит 20 тысяч. Если вы представитель юридического лица, обращайтесь, ну проще всего ко мне, я перешлю, для того, чтобы в демо-режиме включить вам артотеку на какое-то время, на несколько месяцев, возможно. Все, спасибо за внимание. Наш сегодняшний час исчерпан. Я надеюсь, по поводу сертификатов пишите на мою почту, вот сюда. Мне чат достаточно трудно обрабатывать. И всегда указывайте свою полное фамилию, имя, отчество, на какой вы не получили сертификат, за какой вебинар. И желательно тот же самый адрес электронной почты, на который вы регистрировались. Я надеюсь, что сегодня вам понравилось. Вот, я вам дал сегодня большое количество бонусных ссылок. Посмотрите их. Если вам они понравились, подписывайтесь или приводите тех людей, которые могут подписаться. Мы за это вам скажем спасибо. Да, ну и напоминаю вам, что все юридические лица имеют право на включение, на пробное подключение к сервису. Вот, подключайтесь, приводите своих студентов, своих учеников. Пусть посмотрят хотя бы в течение нескольких месяцев, ну а потом примите решение. Ну что ж, коллеги, я тогда с вами буду прощаться. Напоминаю, что я вас жду на своих... Давайте еще раз приведу ссылки. Я вас жду на следующих своих вебинарах, которые будут посвящены вопросам учебного видео. До новых встреч. Встретимся.